Во всемирный день свободы печати на аллее журналистов прошел субботник. В нем приняли участие сотрудники телеканалов, радиослужб, информагентств и газет. Они побелели деревья, убрали мусор и посадили 100 саженцев березы. Наш корреспондент Ильнура Молдокадырова тоже приняла участие в облагораживании аллеи. В Бишкеке то и дело в разных районах падают на проезжую часть высохшие деревья. Они также безжалостно вырубаются для возведения очередного многоэтажного дома. Все это мы видим, освещаем эту проблему и всячески хотим помочь на ведении порядка в любимом Бишкеке, рассказывает журналист издания Кыргызсту Сумырзака Теналиев. Сами видите, чуть ли не каждый день в городе падают старые деревья. Вообще считаю, что в посадке деревьев лежит большая идеология. То есть это не просто посадить 30-40 саженцев, это своего рода пропаганда. Ведь созидать значит создавать новую жизнь для будущих поколений. Каждый бишкекчанин после приобретения автомобиля должен посадить дерево, считает молодой журналист Каная Наркулов. На аллее журналистов растет карагач, дуб, живая изгородь и другие деревья. На этот раз журналисты решили посадить березы. Таким необычным способом коллеги пытаются пробудить в горожанах эко-сознание. Утром, как обычно, приехал на работу и нам предложили пойти на субботник. Я считаю, что посадить дерево должен каждый. Поэтому и приехали сюда с коллегами и хотим внести свое лепто в озеленение нашего с вами любимого города. К примеру, Каная решил последовать и журналист телеканала ЛТР Дюшенбек. Каждый из нас любит критиковать власть, мол, почему не озеленяют или не убирают мусор. Но я думаю, что каждый должен начать себя. Говорить и критиковать может каждый, а взять лопату и посадить саженец не каждый захочет. Думаю, просто будет лень. Журналист Кубат Чекиров помнит, что 20 лет назад город Фрунзе на постсоветском пространстве славился как один из самых зеленых городов. Сейчас он верит, что если каждый возьмется за восстановление зеленого фонда столицы, то мы восстановим былую славу. Во Всемирный день свободы печати мы хотим сделать что-то полезное. И вообще, как хорошо осознавать, что ты внес свое лепто в озеленение столицы. Такая встреча также позволила молодым журналистам познакомиться с более опытными коллегами и пообщаться в неформальной обстановке. Об этом субботнике я увидела новость в социальных сетях и сразу для себя решила, что пойду посажу дерево. Я подумала, что вместо тех срубленных или падающих деревьев нужно сажать новые. Необходимо ведь заменять их. Во Всемирный день свободы печати с 2013 года журналисты в этот день проводили командные конкурсы, интеллектуальные состязания и спортивные соревнования. Сейчас актуально проводить субботники, считают они. И теперь ежегодно коллеги собираются здесь. Журналисты призывают всех неравнодушных кыргызстанцев в майские выходные выйти со своих офисов и домов. И внести свою пользу в озеленение и уборку любимого бишкека. Эльнура Молдокадырова, Тимур Садогалиев, Общественный Первоканал.